Обещанного три года ждут. И в случае с обманутыми дольщиками дома 22 по улице Зверева. Это не шутка, а горькая правда. Люди решили объединиться. У стен областного правительства собрались дольщики сразу нескольких незавершенных объектов. Идут годы, а ивановцы остаются без собственного жилья и средств к существованию. Мы вынуждены снимать квартиру, жить в ипотеках, потому что у нас ипотека, мы платим ипотеку. Вот мы уже собрались за вторым ребенком, а подвижений никаких нет. Застройщик на связь не выходит с нами. Было холодно, мы как бы митинги не устраивали, а сейчас все заново будет. Максим Евгеньевич Громов нас обманывает постоянно. Перед Новым годом одну информацию нам давал о наличии инвестора. Сейчас этой информации уже нет. Даже обещания медольщиков уже не тешат. А между тем время идет. Пикеты и митинги – единственный способ в очередной раз напомнить о себе. Покупали в конце 2014 года. И достроено должно было быть в 2015 году. В 2016 году, в начале, по-моему, в марте должен был быть сдан дом. Сейчас уже 2018 год. И каждый раз нам двигают сроки. Громов под камеру говорил, в конце 2017 года дом будет сдан. Но вот, видите, до сих пор двигаются сроки. Сначала на март, сейчас уже на июнь. Больше ждать не хотим. Хотим отставку Громова. И вообще-то, чтобы кто-то уже из застройщика тоже понес наказание. Именно Максима Громова, временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский, назначил ответственным за взаимодействие с дольщиками. Но желаемого результата как не было, так и нет. Что касается первой секции Зверева 22, сначала была от него информация, что якобы согласовывают проект достройки, то ищут инвестора. Но на данный момент информация, что нет никаких проектов и никаких способов достройки, нет ничего. Увезли кран строительный. То есть сейчас там по-прежнему три этажа и в качестве четвертого мусор. Правительстве обещают в первую очередь решить вопрос со второй и третьей секциями дома, которые почти готовы. И только потом приступить к самому сложному, достроить еще едва начатую первую секцию. Но каких-либо гарантий, что людей не обманут снова, нет. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.